Здравствуйте, уважаемые блогеры, сегодня 12 сентября. Блогер из Перми, сотрудник ГББ, Бессорговский Борис. Ну, вы знаете, вот вчера я смотрел обращение, Витя Золотов, охранник генерала получил, вызывал на дуэль Навального. Ну, вы знаете, из 6-минутного ролика я понял, что там едва членораздельные фразы, что по жопе дать там и так далее. То есть, ну, в общем, да о чем это говоришь? Ну, как охранником был, так и остался. Саша Коржаков, помните, при Ельцине страной управлял. Сейчас этот чудак, так сказать, какой-то Росгвардию они создали. Это вообще структура в концепцию военную доктрину не вписывается, так сказать. Ну, по крайней мере, какая была в Советском Союзе. У нас была армия, внутренние войска, которые занимались охраной общественного порядка. Была армия, которая проводила не контр-трансистические операции. Витя Золотов. Цицерон-то наш. Озавоевала с противником. Участвовал в ядерной войне и так далее. Были специальные подозрения. Причем в КГБ. Ну, ты-то работал вешалкой, да, в ведомстве 9-го управления, еще в ведомстве Коржакова. Банщик и так далее. Поэтому, ну, что тебе объяснять? Конечно, интеллект у тебя потрясающий, Витя. Я, как когда-нибудь фильм был, он говорит, ты, говорит, раньше одна я знал, что дурак бы, теперь вся страна знает. Так вот, я хочу сказать, я тоже придерживаюсь такого этого флешмоба, Витя, который задал Золотов, и вызываю на дуэль все правительство, понимаете, так сказать. В голове с медведем, он такой, я Д'Артаньян, а это все правительство. Помнишь, он говорил, что, я, говорит, извиняюсь, Портос, что, говорит, если я не смогу прибить на дуэль, потому что у меня Сарамисом назначил дуэль, потом там и так далее. Так и здесь. А у меня совсем, я один, и все правительство сразу. И мы устроим перестрелку, в поле выйдем там, и этого Витю Золотова пнем там, под одно место, так сказать, и так далее. Ну, на самом деле, все это очень печально. И вы видите, какие люди становятся, какие клоуны и чудаки становятся генералами. Ну, такая страна. Спасибо, Ваш Бестонов, Алексей Борисович.